День с толком В Алтайском крае первый случай подтопления талыми водами. В Куринском районе, прямо посреди степи, образовалось целое море. Вода подтопила региональную трассу. Вот такая ерунда. Пользователи соцсетей делятся видео, на которых практически проплывают подтопленную дорогу. Бескрайние просторы пока не страшат, а скорее удивляют водителей. Дорожники уже отреагировали на посты пользователей. По сообщениям ДСУ «Южное» уже приступает к ликвидации последствий подтопления. К слову, в этом году метеорологи ожидают вскрытия рек раньше обычного – 10-12 апреля. А вода в них может подняться на метр выше, чем в прошлые годы. Пока в зону риска весеннего поводка попадает 46 муниципальных образований края. В России изменили критерии и механизм выплат для пострадавших от чрезвычайной ситуации. Основной и резервный фонды правительства по ликвидации ЧС объединили в одну структуру. Это значит, что теперь оказание финансовой помощи пострадавшим населению территориям, оказание гуманитарной поддержки иностранным государствам – все будет в ведении МЧС. Финансирование будет выделяться после обращений глав регионов. Денежные средства пойдут на аварийно-спасательные работы, развертывание пунктов временного размещения, а также на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от ЧС. Напомним, во время последнего паводка, который наш регион испытал на себе в 2018 году, господдержку в Алтайском крае получили более 18 тысяч человек. Сейчас эта тема для региона вновь актуальна. Возможно, скоро у жителей края будет еще одна головная боль, помимо коронавируса – наводнение. Эксперты не исключают, что из-за аномально снежной зимы региону грозит сложная паводковая обстановка, особенно во время первой волны. Об этом уже неоднократно говорил и главный синоптик края Александр Люцигер. В Алтайском крае заработала горячая линия по вопросам завышения цен на товары первой необходимости. По телефонам горячей линии вы их видите ниже. Любой желающий может назвать город, место нахождения или адрес торговой точки, где, возможно, необоснованно завышены цены. Жалобы принимает Краевая прокуратура. Накануне сразу в нескольких российских городах появились сообщения о повышении цен на продукты и лекарства в несколько раз. Это вызвало волну негодования среди населения и, как следствие, реакцию местных властей. После проверок выяснилось, что большая часть сообщений оказалась фейком. То есть информация не соответствовала действительности. Тем не менее, россиян, и в том числе жителей нашего региона, призывают быть бдительными и сообщать о недобросовестных торговцах. Около ста жителей Алтайского края находятся на домашнем карантине по коронавирусу. В основном это барнаульцы, недавно вернувшиеся из-за рубежа. Среди тех, кого коснулись ограничения, есть и наши коллеги. Илья Кочетков подробнее о трудностях, с которыми столкнулись уже изолированные соотечественники. Семья Зайковских находилась в столице Малайзии, когда вспыхнул коронавирус. Говорят, испугал не столько он сам, сколько неопределенность о том, что ждет и каковы последствия пандемии. Первые сложности возникли, когда встал вопрос о возвращении домой. Срочно в порядке сдали билеты, которые у нас были на конец апреля, купили на вьетнамские билеты, чтобы вылететь через Вьетнам. Купили билеты во Вьетнам, но через день Вьетнам объявил о том, что все прилетающие попадают на карантин на военную базу. С маленьким ребенком это не очень интересная история. Поэтому началась череда событий, просто какие-то бесконечные провалы, провалы, провалы. В итоге удалось вылететь через Дубай в Новосибирск. И теперь вся семья дома на добровольном карантине. Тоже на карантине, но уже в Китае находится сейчас Андрей Крайтер, известный гребецканаист, многим связанный с Алтайским краем. Он тренирует сейчас китайскую сборную и накануне рассказал нам, зачем отправляется в не самую, казалось бы, популярную для посещений страну. И как вообще обстоят дела в спортивном мире в пик эпидемии. Продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые пока что не отменили. Но вчера отменили официально континентальную квалификацию чемпионата мира и параолимпийской гребли, и кубок мира отменили. Поэтому новости будут в конце апреля, но Олимпийские игры пока что не отменили. Поэтому мы просто продолжаем готовиться, собственно, как и другие команды, у которых есть еще возможность выходить на воду. Потому что во многих местах вода закрыта, и тренировочные базы закрыты. А буквально на днях вернулась из Таиланда, и теперь оказалась на карантине наша коллега, журналист телеканала «Толк» Ирина Корчагина. Ей принесли постановление о карантине, и там, кстати, напомнили об ответственности за его нарушение, вплоть до уголовной. Почти каждый день мне звонит инфекционист, спрашивает, как мое здоровье. Вот недавно звонил участковый, интересовался, кто нам приносит продукты, кто выносит мусор. Мусор брал контакты этих людей. Все серьезно. Врач пока не приходил, потому что никаких симптомов у меня нет. Сделать тест на коронавирус ей обещают на 10-й день карантина. Тогда и станет ясно, насколько необходима была изоляция. Более подробно о злоключениях жителей края и наших соотечественников, живущих за рубежом, в вечернем выпуске. Илья Кочетков, День с толком. Сезон активности клещей уже начался. В региональном Роспотребнадзоре утверждают, что в этом году численность кровососущих, вероятно, будет высокой. Причина – теплая зима. К тому же, чем она теплее, тем дольше будет сезон активности клещей. В республике Алтай они проснулись еще в первые месяцы зимы. Жалоба и житель обратился 28 января. И вот еще один случай в соседней республике. Произошел 5 марта. По словам экспертов, вероятно, пик активности кровососущих сместился. Если раньше он приходился чаще всего на июнь, то теперь может сдвинуться на весенние месяцы. В Роспотребнадзоре напоминают, что уже сейчас можно застраховаться и пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Больше 2 миллионов рублей заработали незаконным путем несколько жителей Барнаула. С 2016 года они обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации без специальной лицензии. А дел по особо важным делам Следственного комитета возбудил уголовное дело. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны следователем в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи совместно с полицейскими и сотрудниками ФСБ провели обыски по месту жительства и работы задержанных. По итогу были изъяты денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей. Сейчас следователи ведут сбор доказательств по уголовному делу. По ходу расследования будет установлена точная сумма дохода и сумма обналиченных денежных средств. Прославившийся Заринский танцор из клипа «Литл Биг» стал гостем шоу на федеральном телеканале. Дмитрий Красилов, он же пухляш, он же центнер харизмы, рассказал Иван Урганту о внезапной славе, отменившемся Евровидении и планах на будущее. Дмитрий Красилов, пожалуйста. Этот незамысловатый танец из клипа «Уна» обрушил небывалую славу на нашего земляка. Такого успеха не было даже со времен участия Дмитрия Красилова на проекте «Танцы». Я думаю, тут лучше всего скажут мои подписчики, которые до выхода клипа было 4 тысячи в Инстаграме, а теперь 64. 60 тысяч человек и будет больше, поверьте. После переезда в Москву Дмитрий успел поучаствовать в разных проектах и даже сняться в фильме «Вторжение» Федора Бондарчука. В связи с отменой Евровидения «Литл Биг» придется подготовить новую песню. Будет ли в проекте задействован «Наш земляк» пока не уточняется. В финале шоу Дмитрий станцевал знаменитый вок под музыку из известных телепередач. Анастасия Бертенева. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.